Дорогу осилит идущий во Владивостоке по-особенному отметили День молодежи, который состоялся 26 июня в 10 регионах, включая Владивосток. Гостей ждала насыщенная программа, мастер-классы, спортивные площадки, аниматоры, выступления звезд, молодежных творческих коррективов города и многое другое. Участие в фестивалях проводилось бесплатно по предварительной регистрации на сайте. 33 тысячи зарегистрировалось в Москве участников и у нас 25. При всем объеме возможностей этих двух городов абсолютно очевидно, что мы гораздо более активны и мы жаждем подобных мероприятий. У нас на это есть серьезный запрос, поэтому давайте все к нам. Организатором масштабного праздника выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края и администрацией Владивостока. Такие мероприятия, когда организовывают, то, соответственно, мы тем самым делаем такое хорошее дело, непосредственно делимся счастьем. То есть один счастливый человек, другим поделился счастьем. И здесь мы заряжаемся как раз вот этой вот позитивной атмосферой. Конечно, такие мероприятия должны, и я верю, что будут проходить гораздо-гораздо больше, чаще, потому что нам вот этих общителей, общения живого, именно живое, здесь живое идет общение, его на самом деле не хватает. То есть я смотрю, здесь люди не так часто заглядывают в гаджеты, а это многого стоит. Подобный формат обладает огромным запросом у ребят. Но ребятам мне бы искренне хотелось пожелать, ну, вы будущее Владивостока. Это не просто слова, я знаю на самом личном опыте. Ребят, дерзость, активность, неравнодушие, любовь к городу – это вот то, что будет нас двигать вперед. Я вас очень прошу, подхватите город, и только вместе сможем сделать из него город нашей мечты. Программа активного образа жизни была динамичной. Здесь профессиональные спортсмены показали свои умения. Каждый желающий смог проверить свою физическую подготовку, приняв участие в массовых играх и соревнованиях. В этот день проходили студенческий турнир по баскетболу, триккингу, выступления райдеров, танцоров, которые объединили сотни горожан на набережной Цезаревича. Побольше мы таких мероприятий в такую прекрасную погоду. У меня как раз сын выступает по брейк-данцу. Ну, ждем много музыки, танцев, веселья, потому что, во-первых, выходной, все будут отдыхать, веселиться. Это прекрасный праздник, прекрасная погода. Просто отдохнуть и повеселиться. Никто не смог пройти мимо масштабного фестиваля. В прекрасный солнечный день собрались не только молодое поколение, но и гости всех возрастов, пришли семьями и с интересом погружались в праздничную атмосферу. Уникальная и насыщенная программа ждала молодежь, детей и взрослых. Сегодня такая оживленная набережная. Это прям очень приятно. На первый раз, например, мы были сегодня в этом здании, сейчас вот были на лекции от фонда Умки, слушали про животных. Очень здорово. Ну, ощущается сама молодежная атмосфера? Конечно же, это же день молодежи. Как вам Владивосток? Я люблю Владивосток. Я здесь очень много лет прожил. Хорошо, спасибо. Жарко сегодня. Жарко? Да. С 12 часов начался масштабный фестиваль, где каждый смог найти то, что им по душе. Образовательный павильон заинтересовал гостей многообразием интересных лекций, как построить бизнес, управлять финансами. Это дискуссии на актуальные темы, экскурсии, интересные мастер-классы по дисциплинам, world skills, робототехники, спид-кубингу, светодизайну, диджейнгу. Как у вас тут продвигаются дела? Проводим мастер-класс, отлично. Начинаем собирать второй слой. Обучаем обычным нововичковым методом. Маленькие гости тоже не скучали. Различные мастер-классы, специализированная площадка с аниматорами, шоу мыльных пузырей и слайм-шоу завлекли и девчонок, и мальчишек. Обучение мероприятия вообще ради детей, чтобы дети погуляли, посмотрели на праздник, на мероприятия. Но мы, как молодые родители, тоже пришли погулять, прогуляться, провести время с людьми, зарядиться позитивом. Люди получали заряд энергии и много положительных эмоций. На набережной прошел стендап-кубок, на котором определили лучшего комика города. А в пространстве креатива, юмора гости мероприятия смогли посмотреть стендап от Эдвина Багдасаряна, чьи шутки вызвали много позитива и улыбок слушателей. Как у мероприятия? Мероприятие классное. А ощущается ли молодежная атмосфера? Безусловно, ощущается молодежная атмосфера, да. Вам нравится город Владивосток? Безусловно, люблю. Самый лучший город в мире. Что-нибудь успели посетить? Посмотрел баскетбольную площадку, посмотрел выступление губернатора, посмотрел несколько зон внутри этих помещений. Клево, классно. Выглядит все достаточно глобально. К концу самого масштабного праздника молодежи для гостей приготовили сюрприз. Выступление молодых и талантливых музыкантов города Владивостока. Хе-хе-хе и Комсомольск, солист Максим Свобода, Кристина Кошелева и хедлайнеры The Haters. А завершился праздник яркими фейверками. В нашей стране очень много талантливой молодежи с безграничными запасами энергии, воли, способностей. Рвение и энтузиазма, которая должна стремиться вперед, не забывая, что светлое будущее страны в их руках. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Денис Фадеев. Новости на восьмом.